Добрый день! Время новостей на 12-м канале. В студии Елена Бабкова и коротко о главном. Пшеница своя работает и над новыми сортами картофеля. Вот мы надеемся на что, что этот сорт будет устойчивым к миг повреждениям. Как омский аграрный сектор готовится дать ответ санкциям, рассказали губернатору. Регион вновь заметает. Непогода продержится еще сутки. У синоптиков все-таки есть утешительный прогноз. С плюсом для экологии семейного бюджета Амичи обзаводятся электрокарами. Станут ли машины будущего реальностью для Омска? Как собираются расширять сеть электрозаправок? Разыграют матч по нотам и пустят вход к кастрюле. Выбрали определенный, который нам больше всего подходит. Как создать музыку в спортзале и на кухне, покажут на сцене концертного зала. Уступать нельзя. Авангард сегодня сразится с металлургом. На кону выход в финал Востока. Картофель с заграничными корнями и омской пропиской. Над чем работают ученые Омского аграрного научного центра, сегодня продемонстрировали губернатор Александру Буркову. Глава региона оценил перспективы импортозамещения в аграрном секторе. В каких направлениях Амичи уже добились успеха, в каких нужен рывок, узнал Денис Жарков. Здание аграрного научного центра сегодня превратилось в выставку достижений народного хозяйства. Все, над чем работали омские ученые, можно увидеть и даже потрогать. Это пшеница от Омска, которая у нас является лидером в стране и в Казахстане. Алтай же у нас тоже берет? Да. Мы сегодня работаем, считайте, от Оренбурга, от Орла и до Красноярска. Главная тема обсуждения – импортозамещение в аграрном секторе. Губернатор Александр Бурков отмечает, по зерновым и зернобобовым культурам регион обеспечен своими семенами. Что касается овощеводства, здесь есть над чем поработать. 80% семенного картофеля в Россию возили из-за границы. Омские ученые намерены снизить эту зависимость уже в этом году, увеличив производство семян в разы – до 1000 тонн. Из последних достижений селекционеров – новый сорт, который получат имя лишь через пару лет. После государственных испытаний и оформления документов. Свою родословную клубни ведут от лучших голландских сортов, унаследовав яркий цвет и толстую кожу. Вот мы надеемся, что этот сорт будет устойчивым к миг повреждениям. То есть сейчас, как правило, обращивается механизированно весь процесс. И уборка, и сортировка без ручной работы. Поэтому картофель на сортировочной линии бьется. И вот сорта, которые имеют вторую кожуру, так называемую, меньше бьются, меньше травмируются. Такой картофель лучше хранится, сохраняет привлекательный вид и более востребован на рынке. Есть чем похвастаться и птицеводам. Серые перепелки выведены в Омске, отличаются повышенной яйценоскостью. Белые – это мясная порода из Америки. Ученые намерены скрестить их, чтобы получить гибридный молодняк, который пойдет на мясо. Сложнее обстоят дела с обычной курятиной. Инкубационные яйца в страну возят из-за границы. Сейчас в ней птицеводство намерены возродить свое племенное хозяйство и создать репродуктор мясных кур. Работать собираются с гибридным бройлером «Смена 9», выведенным коллегами из Сергеева Посада. Есть программа создания мясного кросса кур. Она финансируется, пусть не в таком объеме, какой бы хотелось, но она есть, профинансирована, исходная линия есть. Их надо размножить сейчас. Вот для этого нужен репродуктор. За Уралом ни одного репродуктора нет. Мы бедные, нищие здесь. Мы здесь возим яйца на самолете сюда. А нам нужно здесь иметь свое хозяйство. Работу в этом направлении нужно активизировать, отметил глава региона. Для этого нужно обновлять материально-техническую базу центра. Мы регион, который полностью сам себя обеспечивает продуктами питания. Хорошо у нас развит и аграрный сектор. Но мы должны включиться в федеральную программу по импортозамещению. И у нас такие возможности есть. Получить новые рабочие места, получить современные лаборатории, современные хозяйства, которые бы поддержали сегодня аграрный сектор Российской Федерации. Областное правительство намерено выйти на Викторию Абрамченко. Вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Чтобы обсудить с ней вопросы по обновлению лаборатории научного центра и созданию птичников для замены зарубежной племенной продукции. Денис Жарко, Виктор Осинцев, Сергей Пайхалов, 12 канал. Амичи вновь смогут добраться до Казахстана на автомобиле. С сегодняшнего дня Россия возобновила сухопутное сообщение с соседним государством. Такое решение на прошлой неделе принял федеральный оперштаб. Из-за пандемии коронавируса границы были закрыты в течение двух лет с марта 2020. Попасть в Казахстан можно было только на самолете. Теперь же поездки на автомобилях вновь доступны, что особенно актуально для Омской области. В республике Амичей проживает много родственников. Там же находится один из популярных курортов – Боровое. Кроме того, обучение в наших вузах проходит немало жителей Казахстана. Губернатор Александр Бурков и генеральный директор авиакомпании «Ред Винкс» Евгений Ключерев обсудили развитие региональной маршрутной сети. Из-за нынешней экономической ситуации многие авиаперевозчики вынужденно скорректировали полетные программы. «Ред Винкс» не исключение. Тем не менее, на совещании решено было расширить сотрудничество и усиленно развивать Омский аэропорт, который, напомню, стал базовым для «Ред Винкс» в качестве хаба. К маю авиакомпания планирует восстановить региональную программу полетов из Омска. Более того, к девяти действующим направлениям прибавится еще около десяти – как субсидируемых, так и коммерческих. Губернатор отметил, что для региона сейчас крайне важна связь с Центральной Азией. И используемые перевозчиком самолеты «Сухой Суперджет» как нельзя лучше для этого подходят. С учетом закрытия границ с Европой и санкционными действиями на нашу экономику, все переориентируются предприятия на восток, на страны Юго-Восточной Азии, Центрально-Азиатского региона. И у нас повысилась уже деловая активность. Мы видим по пунктам пропуска автомобильным. Потому что Казахстан, Узбекистан, Таджикистан – это те страны, которые уже сегодня начинают увеличивать объемы поставок овощей, фруктов, товаров народного потребления. Еще одно перспективное направление – Китай. Торговые отношения между странами стремительно развиваются. Омск поставляет продукты питания, Поднебесные – товары народного потребления, комплектующие и детали. Компания Red Wings проанализирует рынок и примет решение о целесообразности запуска полетов в Китай. Мокрый снег и метель. Погода сегодня вновь не порадовала мечей. Синоптики сообщают об усилении ветра в отдельных районах. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Из-за снегопада ухудшится видимость на дорогах, возможен и гололед. Аналогичная погода ожидается и завтра. Впрочем, если верить прогнозу, это будут последние зимние дни этой весной. К концу недели потеплеет, осадки прекратятся. В воскресенье воздух прогреется до плюс 10, а в следующий понедельник термометр покажет уже плюс 14. Экологичные и экономичные электрокары сегодня становятся трендом больших городов. И Омск не исключение. Число владельцев машин растет, но есть и трудности. Специальных зарядных станций в Омске не так уж и много. Одна из частных компаний Омска предложила решение проблемы. За чей счет в городе собираются продвигать экологичный транспорт, выяснил Константин Лондон. Заправка, а точнее зарядка автомобиля для омских владельцев электрокаров сегодня превращается в настоящий квест. Да, это можно сделать от обычной розетки. Но если нет гаража, здесь потребуется солидный удрянитель и ряд технических решений. Кабель многие бросают прямо из окна или через балкон. Время зарядки таким способом в зависимости от объема батареи может доходить до 15 часов. Все, заряд пошел. Перед покупкой электрокара Андрей Толстобров основательно взвесил все за и против. И в итоге на зло скептиком стал одним из тех, кто доказал. Машина на аккумуляторах предназначена не только для городской езды. Своё авто лично перегонял из Минска. Встроил маршрут так, чтобы ехать по зарядным станциям. В основном по быстрым, чтобы долго не стоять. На быстрой станции 60 кВт заряжается. Когда горячая батарея, час 15-20, получается. Заряжаешься и опять 380-400 км бахаешь. Электрокары сегодня преподносят как экологический транспорт. Однако многих автовладельцев больше волнует экономический эффект. Такие машины, в отличие от тех, что с классическими двигателями внутреннего сгорания, устроены гораздо проще. Затраты на обслуживание, соответственно, меньше. В первую очередь заправлять электрокар электричеством значительно дешевле. В среднем 1 км пути обходится в 1 рубль. По динамике они ничем не уступают своим бензиновым и дизельным одноклассникам. При этом отсутствует шум двигателя. Главная проблема на пути повальной автомобильной электрификации в Омске – это недостаточное количество стационарных зарядных станций. Их сеть разрастается, но медленно. На город-миллионник приходится полтора десятка авторозеток. Инициативная группа предлагает развивать зарядную инфраструктуру, в том числе силами бизнеса. Выгода двойная. Город получит импульсы для перехода на более экологичный вид личного транспорта. А МИЧИ – более дешевый способ передвижения. А бизнес – новых клиентов. В компании предлагают устанавливать электрозаправки рядом с крупными торговыми центрами. Электрокары будут заряжаться, а их владельцы делать покупки. Но бизнес пока относится к этому скептически. В компании уверяют, что с установкой электрозарядных станций стоит поторопиться. Санкции, введенные сейчас Западом, сыграют на руку развитию отрасли электромобилей. Известно, что в производство отечественных электрокаров только в Рипецкой области инвестируют порядка 13 миллиардов рублей. Не останутся в стороне и партнеры из Китая. Сегодня это признанный мировой лидер в этом направлении. Так что остается создать инфраструктуру для развития экологичного и экономичного транспорта в Омске. Как городской автомобиль для Омска он подходит. Даже с менее емкими батареями. Не обязательно покупать очень дорогой электромобиль. Способный проехать многие-многие километры, если вам нужно в день проехать 20-30. Число владельцев электрокаров в Омске растет. Среди плюсов отмена транспортного налога для такого вида автомобилей. Еще два года назад в нашем городе было не больше сотни владельцев машин на электротяге. Сегодня их уже больше 600. Константин Лондон, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. Получить новую специальность за несколько месяцев. В регионе открыта запись на программу бесплатного переобучения. Подать заявку можно на портале Работа России. В рамках нацпроекта «Демография» освоить новую профессию смогут около 1600 мячей. Заявки принимают от студентов последних курсов, для которых нет предложений на рынке труда, а также жителей без профессионального или высшего образования. Кроме того, в списке безработные мамы-дошколяты, мамы в декретном отпуске и работники, находящиеся под риском увольнения. Чтобы записаться на обучение, нужно подать заявку на портале Работа России или обратиться в центр занятости по месту жительства. Как сообщают специалисты, ситуация на региональном рынке труда остается стабильной. Количество зарегистрированных безработных чуть больше 13 тысяч человек. В областном банке вакансий сейчас 28 тысяч предложений. Теннисный турнир на сцене концертного зала. Омские спортсмены и артисты филармонии разыграют матч по нотам. Концерт для пинг-понга с оркестром написал композитор Энди Акиха. Его произведение «Рикошет» завершит фестиваль новой музыки в Омске. Современные композиторы нередко используют необычные инструменты, чтобы достучаться до слушателя. Что будут использовать в программе, расскажет Наталья Бельская. Ударная установка Михаила Дзирко специально для программы «Рикошет». Железные трубы, коробки, щетки, кухонная утварь и выстроенные по тону в ряд бутылки. Их выбирали по толщине стекла. Чтобы найти подходящий звук, пришлось перебрать больше 30 единиц стеклянной тары. С такой же ответственностью артисты подошли и к подбору кастрюль. Продавцы магазинов были немножко удивлены моим подходом к выбору. Посуды. Приходилось простукивать каждую. Выбрали определенные, которые нам больше всего подходят. Эти необычные инструменты по задумке композитора Энди Акиха помогут создать на сцене атмосферу матча. Но главными героями концерта станут профессиональные спортсмены. Кандидат в мастера спорта по настольному теннису Арина Павлей впервые выступает в таком амплуа. Признается, задача сложная, но интересная. Удары по теннисному шарику придется наносить то ракеткой, то бубном, то быстро, то медленно. Все в соответствии с указаниями только уже не тренера, а дирижера. Мы будем контролировать мяч на тех моментах, где это нужно. Там есть моменты, где нужно по минуте держать мяч и бубнами, и ракетками. Есть моменты, где мы будем кидать мяч прямо в зал. Я думаю, что это объединит нас как-то со зрителем, но все-таки им придется быть внимательными. Спортсмены будут не только на сцене в программе «Рикошет», также прозвучат произведения, которые были написаны в их честь. Мы будем играть произведение для фортепиано с оркестром. Оно называется «Game, Set and Match». И канадский композитор посвятил его своему кумиру, теннисисту Федереру. Но мы посвящаем это исполнение нашему чемпиону, теннисисту Медведеву. У спорта и музыки много общего, уверены в филармонии. Они требуют полной отдачи, занятий с малых лет и ведут человека к вершинам. Концерт «Рикошет» завершит фестиваль новой музыки в Омске в этот четверг, 31 марта. Наталья Бельская, Сергей Гаврилов, 12 канал. Решающая битва за выход в финал Востока. Сегодня состоится седьмой матч серии «Авангард Металлург», победитель которого выйдет в следующий раунд. Наша команда, напомню, прервала серию из трех поражений и разгромила «Магнитку» со счетом 5-1 в Балашихе. Ключевым фактором стала игра в большинстве. Ястребы четырежды реализовали лишнего, а также результативность нападающих. Сразу шесть форвардов «Авангарда» набрали очки. Седьмой матч серии между «Мечами» и «Уральцами» 12 канал покажет в прямом эфире. Начало встречи в 20 часов. Трансляция стартует в 19.50 по омскому времени. И еще о спорте. Традиционный обзор от Алексея Адариева. Бэлла Дурандина завоевала золотую медаль чемпионата России по тайскому боксу в Улан-Удэ. Более 200 спортсменов из 24 регионов страны соперничали за награды в 13 весовых категориях среди мужчин и в 11 среди женщин. Представительница Омской области Бэлла Дурандина оказалась сильнейшей в весовой категории до 45 килограммов. Чемпионат России по тайскому боксу является отборочным мероприятием, по итогам которого формируется состав национальной команды для участия в международных стартах. В Омске состоялось первенство региона по современному пятиборью. Юные атлеты в возрастных группах 8-9 и 10-12 лет состязались в двоеборье. Плавание на 50 метров вольным стилем и беги на 500 метров. Победителями в итоге удалось стать Степану Ермакову, Маргарите Гринвальд, Тихону Мироненко и Анне Белес. Юношам и девушкам 13-15 лет предстояло принять участие в троеборье, плавание на 200 метров вольным стилем и комбайне, включающем бег 3 по 800 метров со стрельбой из лазерного пистолета на трех рубежах. Среди юношей сильнейшим стал Лев Согрин, а Евгения Пронина одержала победу среди девушек. В четырех борье состязались юниоры 17-19 лет. Помимо плавания на 200 метров вольным стилем и комбайна, бег 4 по 800 метров со стрельбой на четырех рубежах, они показали свои навыки также в фехтовании. Обладателями золотых медалей в этом виде программы стали Михаил Ключенко и Мария Родина. Омский атлет Владислав Казанков завоевал бронзу, прошедшего в Новосибирске первенства Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров в возрасте до 24 лет. 139 спортсменов из 9 регионов соперничали в 10 весовых категориях. Владислав Казанков выступал в категории 97 килограммов. По итогам своего выступления Амич отобрался на первенство России, которое пройдет с 21 по 25 апреля во Владивостоке. Омские чурлидеры успешно выступили на спортивном фестивале в Нижнем Новгороде. Омская команда Cat Girls победила в дисциплине чир-хип-хоп группа и заняла второе место в дисциплине чир-фристайл группа. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики ИП Ефременко Роман Андреевич. Саратовское региональное отделение ООО «Российский национальный союз пчеловодов». Мед свежего урожая с лучших пасек страны. Продолжаем стремиться к вершине медиарейтинга. По данным медиалогии, в 2021 году 12 канал вошел в топ-20 самых цитируемых средств массовой информации Омской области. Причем в рейтинге мы заняли четвертое место, прибавив несколько пунктов. Мы уверенно обошли известные региональные информационные агентства, что для телеканала отличный показатель. Это значит, что нас смотрят, слушают и цитируют наши новости. Продолжаем работать и освещать самые интересные и значимые события в Омской области. Распродажи меда. С 14 марта по 24 апреля. Акция. При покупке одного килограмма меда, второй килограмм цветочного меда в подарок. Мед привезен из деревень Алтайского и Краснодарского края Саратовской области. ТД Корона. Остановка ДК Бараново. Экспо-форум. Остановка ТРЦ Континент и ДК Малунцево. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграмме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по номеру 695 641. Оставайтесь с нами. Если радио, то максимум 105FM в Омске. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Завтра, 31 марта, в Омске пасмурно. Ночью 0, плюс 2. В дневные часы 24 градуса выше нуля. В районах пасмурно и мокрый снег. В ночные часы до плюс 2. В дневные – 0. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты весной теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Следующий выпуск новостей уже в 17 часов. Я с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова